привет друзья сегодня мы с вами приготовим сыр бри в панировке и запеченный поджаренный в глубоком фритюре помните наш видео о чили джем об этом замечательном соусе вот сегодня с этим соусом вот этот сыр бри будет просто невероятно кстати о сыре бри уже упоминается еще в одиннадцатом веке один из самых древнейших сыров франции сыром бри мы с вами сегодня приготовим также еще жареный ананас это тоже замечательная комбинация к сыру и к нашему чили джему это блюдо вы можете подавать как закуску стартер как бы начальное блюдо также это блюдо можно подавать в конце когда уже все покушали все уже сыты прошел час-два после сытного ужина все сидят пьют вино коньяк и уже в общем то чувствуется что как бы люди проголодались но еще слишком рано для десерта потому что вы сидите разговариваете интересно играете в карты или же рассказываете какие-то смешные истории и вот в этот момент вот это блюдо с несколькими кусочками сыра с жареным ананасом и нашим соусом подать будет самое время как раз как бы люди перекусят и опять с новыми силами вы продолжите свою вечеринку и уже ближе к рассвету вы уже подадите свой десерт например нашу тирамису ну давайте приготовим это замечательное вкуснейшее блюдо самое главное в панировке это же конечно сухари вы можете купить сухари в магазине но я предпочитаю делать самостоятельно это обычный батон я его просто порезал вот на такие кусочки в среднем где-то сантиметров два и при температуре 150 градусов подсушил в духовке в течение 20 и 25 минут я буду использовать вот такую тмельничку обычную сильно в труху прямо в пыль не нужно его молоть пусть он останется вот такой вот крупненький видите где-то пределах допустим одного миллиметра полтора миллиметра кусочки это будет даже очень красиво и симпатично смотреться на нашем сыре почему я делаю сухари самостоятельно дело в том что в магазине используют весь старый оставшийся хлеб они все сводят обратно на фабрику и все это перерабатывают и делают из него панировочные сухари поэтому в общем то я бы сказал бы что вкус усохворяет даже может быть какой-то такой старый парагорклый и если вы хотите сделать все хорошо лучше возьмите свежий батончик порежьте его посушите всего лишь 20 минут и у вас будут прекрасные свежие вкусные сухари наши сухари готовы я все использовать не буду я буду использовать обычный стандартный стакан где-то 250 грамм мне этого достаточно давайте сделаем нашу панировку вкусненькой я добавляю полную ложку сухого чеснока полная ложка кунжутные семечки полная ложка семена мака ну и 1 4 столовые ложки соли яйцо 1 4 стакана молока и сделаем жиденькое тесто обычно так не делается когда мы делаем стандартную панировку например для шницелей это в этом нет необходимости достаточно просто яйцо и молоко но в нашем случае я уже говорил что нам нужен крепкий каркас для того чтобы наш сыр не вытек добавим небольшую щепотку соли вот в отдельную мисочку налейте где-то пол стакана молока еще сыр бри я собираюсь его делить на вот такие вот треугольнички порция на одного человека как я вам уже говорил вы можете подать например один кусочек сыра или два возможно три если хотите делайте их еще тоньше например сделаете и порежьте их таким вот образом но я буду подавать например с одним кусочком этого вполне достаточно вот смотрите к сыр он покрыт белой плесенью эту плесень срезать ни в коем случае нельзя она вполне съедобная если мы опустим его в муку то конечно же мука прилипнет к этой стороне потому что она свежая она липкая на влажная эта сторона сухая для того чтобы нам сделать хорошую корочку и так чтобы она была скажем так единым целым нам нужно каким-либо образом заставить чтобы наша мука прилипла поэтому вы опускаете в молоко вот так вот и муку вот видите теперь мука у нас полностью покрыла сыр делаем все с остальными кусочками то же самое слегка сбейте муку и отправляем наше тесто и еще раз ну вот у нас получился эти какой большой кусочек поэтому в общем-то и вода вполне достаточно чтобы накормить одного человека учитывая что это у нас скажем так после ужина будет или же как закуска если у вас тесто ваше слишком густое добавьте немножко молока наш срок готов но жарить его сейчас мы не будем минимум нужно поставить его на два часа в холодильник для того чтобы наш лузьон и панировка стала твердой тем более что мы работали с сыром при комнатной температуре он тоже слишком нагрелся поэтому сейчас необходимо вернуть его температуру где-то плюс семь восемь градусов по цельсию лучше всего конечно оставить его на ночь прошло у нас два часа пора греть наш фритюр мы его будем греть до 170 градусов объясню почему не 180 или 190 дело в том что панировка при высокой высокой температуре очень быстро поджариться а сыр останется холодным поэтому нам нужно среднюю температуру 170 градусов для того чтобы и панировка и внутри сыр одновременно прогрелись и прожарились если мы хотим сделать все правильно нужно иметь термометр без термометра вы не сможете добиться правильного результата нам нужно с температура 170 градусов поэтому каким образом вы ее определите пальцем что ли или же как я займусь ананасом я уже вам говорил что мы будем сегодня делать наш сыр с жареным ананасом давайте его подготовим необходимо убрать эти глазки потому что они жесткие они нам не нужны режем на треугольнички вот этот центр тоже нужно вырезать то он тоже жесткий кстати вы можете вот такие обрезки аданаса не выбрасывать когда вы готовите чай просто и бросайте свой чай будет очень вкусно вот я нарезаю вот такими треугольничками моя сковородка уже горячая бросаем ананас столовая ложка сахара щепотка соли кусочек сливочного масла в общем то и все запах обалденный стоит сейчас мы добьемся так чтобы наш ананас был карамелизованный с красивой поджаренной корочкой и с сыром это будет изумительное дополнение ну вот посмотрите вот наш карамелизованный ананас давайте его отложим до того момента когда мы начнем сервировать сыр наш фритюр почти готов пока он еще достаточно не разогрелся периодически его помешивайте для того чтобы температура масла равномерно распределилась по всему объему вот посмотрите наш сырочек прошло два часа ну как я уже говорил лучше всего ночь вот он уже достаточно плотная панировка очень хорошо держится сейчас будем с вами жарить вот наш ананас ждет своего часа обратите внимание вот я приготовил большую тарелку ложечки и вилочки наш соус чили джем вы можете подать это как закуски для фуршетного стола для своих гостей давайте начнем жарить сразу ложите 4 штучки много не надо потому что температура упадет у нас с вами уже 170 градусов жарить нет необходимости две-три минуты и она будет готова нам нужно чтобы получилась красивая корочка и сыр внутри стал мягким и желательно конечно он был чтобы он даже расплавился если вы слышите то вот такой вот звук ощущение такое как будто попадает влага так и есть сейчас начинает сыр выбиваться из-под нашей поджаристой корочки потом вот внутри он уже мягенький буквально еще чуть-чуть следите за температурой не нужно чтобы была высокая температура потому что если температура будет слишком высокая то ваша корочка станет темная внутри будет еще сыр жесткий как определить что готова вот посмотрите наши кусочки всплыли все это говорит о том что сыр внутри уже мягкий и практически расплавился буквально еще несколько секунд но идеально идеально ложим на бумагу и сразу следующую партию приобретите для себя такую шумовочку вот ей очень хорошо и удобно работать срок периодически как бы взбалтывать и так чтобы он не прилип к дну такие вот у нас красавчики получились пузатенькие наша тарелочка готова ложим ананасик ну вот друзья таким вот образом вы могли бы подать своим гостям в качестве скажем так фуршетные закуски поставить и рядышком например вот и вилочки ложечки ложечку для соуса и человек будет подходить допустим он берет тарелочку положит сырок ананасик поливает все это дело соусом и отходит от стола и кушает время попробовать что же у нас получилось я возьму тарелочку ну вот видите что вот такая вот красотища ананасик о баллеж по невероятный вкус приготовьте это блюдо ведь вот о чем говорю панировочка у нас достаточно толстенькая а внутри у нас получился ведь как горшочек с прекрасным составом с прекрасным сырком вот так называем все это дело а жареный ананас вот как тут и был просто великолепное блюдо вот сейчас бокал сухого белого вина все будет прекрасно ну друзья мои надеюсь на очередное наше видео было вам интересно полезно подписывайтесь на наш канал ставьте лайк пока увидимся в следующий раз подписывайтесь на наш канал